Меня зовут Елена, я муза-художника, и сегодня я проведу вас по историческим и нашим любимым местам в Сочи. Начинаем путешествие с Желтого дома. Немного похоже на привидение, он был построен 135 лет назад. Мы жили в нем. Помню встречу нового 2014 года. Треск поленья в старинном камине, свечи, сбывшееся желание. Мы еще вернемся к этому дому немного позже. Есть в Сочи одна закономерность. Чем хуже погода, тем красивее город. В сезон дождей природа раскрывает художнику свои секреты. Вибрирующий, набухший дождем воздух заполняет собой все пространство, обнимает деревья. Эта работа пробуждает во мне ассоциации начала истории города-курорта. На первом плане тоненькая пальма. Привезенные издалека в XIX веке, пальмы станут одним из главных символов Сочи. По правилам семиотики, в живописи на первом плане пишутся предметы или объекты, которым художник отводит важную роль в своем высказывании. И снова это деревья. Экалипты были привезены и посажены в городе, как одно из средств борьбы с малярией. И о живописи. В ней так много воздуха, прозрачности. Деревья будто разговаривают друг с другом. Если посмотреть подольше, можно услышать шелест листьев под легким дуновением зерка. «Хотите создать настоящий пейзаж? Идите на пленэр. Если идет дождь, все равно и обязательно идите на пленэр», — говорит Игорь. Даже с полотнами большого размера художник выходит на открытый воздух зимнего Сочи. Помните закономерность? Чем холоднее, тем красивее. Подобно Игорю Грабареку, который спешил написать «Дерево, покрытое инеем», Игорь Венский спешит написать «Дождь». И вот долгожданное солнышко. Так называемые февральские окна, любимые сочинцами и гостями курорта. Спускаемся к морю. Солнце заполняет собой все вокруг. Гуляем по городу. Идем в театр. Зимний — главная культурная площадка Сочи. Принимают в своих стенах международные музыкальные и кинофестивали. По замыслу художника, здание театра становится источником света. Свет вибрирует и пронизывает пространство из центра холста. Мамонтовский спуск, пролетарский подъем, курортный проспект. Со смены правительств меняется и название. Но художника мало интересует название, он легко переставляет слова. Художника интересует путь. Связь прошлого и настоящего. Неясное будущее. Автор пишет чувства, разлитое в воздухе. Прозрачность и струящийся свет из незримого источника дает зрителю надежду. Главная достопримечательность, которую советуют посетить всем гостям города-курорта, это, конечно, морской порт. Игорь пишет произведение на пленэре за один сеанс. Художник решает оставить на холсте места чуть тронутой краской. Эта недосказанность привносит еще больше легкости и свежести. Можно буквально ощутить потоки свежего морского воздуха. Если вы не были в Трехпальмах, вы могли упустить атмосферу курорта, который сохраняется в этом кафе уже десятки лет. Простое и вкусное местечко у моря поднимает настроение. Сочи радует гостей и жителей курорта своим цветением круглый год. А с приходом весны абсолютно все вокруг оживает. Недалеко от морского порта есть любимое место сочинцев – черешневый сад. Весна в городе-курорте пролетает так стремительно, как и размашистая кисть художника проходит по холсту. И мы спешим в весенне-зимний. Стоит упомянуть, что с зимнего театра начиналась история портрета Сочи. Так мы назвали цикл изобразительного искусства, произведения которого и представлены в этом онлайн-путешествии. В зимнем театре было открыто три масштабных выставки живописи Игоря Венского, включая портретную галерею деятелей культуры и искусства Сочи. У зимнего театра расположен питьевой бювет, опоясанный белыми колоннами. Белый ажурный зонтик защищает от солнца барышню в длинном белом платье. На первом плане стоит мольберт с холстом, а рядом под большим белым зонтом расположился художник, одетый в шорты и футболку. Туристы, одетые в современные одежды, набирают фоду в бювете. Фантазируя, художник не случайно привносит образ прошлого в современной Сочи. Это провоцирует множество вопросов. Кто эта дама? Из какого она века? Может быть, она позирует художнику? Видят ли её туристы? Или это только фантазия живописца? Здания бювета окружают деревья. Они – неизменные свидетели течения жизни. Цветение леандра знаменует начало лета. Леандры пришли в Сочи из Средиземноморья. Эти высокие кустарники с розовыми, красными, белыми цветами широко распространены на курорте. Образ лета в живописи Игоря Венского пронизан солнечным цветом и яркими красками. Небо синее, воздух прозрачный. Летним утром мы поднимаемся на гору Батарейка. Там находится тот самый Жёлтый дом. Когда мы жили в нём, местные старожилы рассказывали легенду, что дом одну ночь принадлежал Фёдору Шаляпину. Певец выиграл и снова проиграл дом его владельцу в карте. Так появилось название «Шаляпинский домик». Не знаем, насколько достоверна легенда. А вот настоящая история связана с Солдатёнковым Козьмой Терентьевичем, московским предпринимателем, известным покровителем искусств. Возводил дом в 1887-1889 годах племянник Козьмы Терентьевича Солдатёнкова Василий Иванович для своей большой семьи. По этой причине здание получилось довольно внушительным. Внутри был большой каминный зал, отделанный ценными породами дерева. После национализации в 1920-х годах там был размещен детский дом, а с 1927-го коммунальные квартиры, ставшие частными в 90-е. В нашей квартире при делении дома остался потолок, отделанный красным деревом и камин, в котором мы разжигали огонь для особого настроения. Ещё один экскурс в историю связан сразу с двумя важными для Сочи сооружениями. Собор Михаила Архангела является одним из старейших православных храмов в городе-курорте. Он был построен в 1890-м и торжественно освещен в 1891-м году. На живописном полотне собор виден из-за укреплённой стены. Это стена форта Александрия, со строения которого в 1838 году начинается история первого русского поселения и отчитывается история Сочи. До наших дней сохранились лишь фрагменты форта. Несколько стен военного укрепления проходят во вновь возведённом здании бывшей городской больницы, сейчас в действующей арт-галерее форт. Произведение написано в 2016 году с натуры, год открытия галереи. Солнечный свет отражается от стен собора и заливает с собой дворик форта. Солнце, море, атмосфера праздника – всё, что нужно художнику для творчества и создания радости на холсте. Солнце освещает пристань, куда когда-то заходили большие корабли, такие как Михаил Светлов из бриллиантовой руки, но об этом немного позже. Солнце вырывается за пределы холста, состояние радости и теплоты заполняет всё вокруг. Оказываемся во сне художника. Во времени, когда билеты на самолёт по студенческому из Краснодара в Сочи стоили 7 рублей, когда нахожусь в этой картине, снова возвращаясь в своё детство. Как Игорь это делает? Что-то есть неуловимое в позах людей, в природе, в воздухе, что даёт мне это абсолютно реальное ощущение атмосферы конца 70-х, начала 80-х. Только шутка художника с изображением себя и известного музыканта возвращает меня к мысли, что это не мой сон, а сон художника. Одно из наших любимых мест – пятачок в галереи Ренуар на улице Рженикидзе. Он особенно живописный и неопознаваемый с точки зрения принадлежности к какому-либо городу. Игорь ещё будет писать этот пейзаж и не раз. Вот художник расположился с другой стороны улочки. Часто пейзажи Игоря перерастают в жанровые полотна с подробным описанием жизни вокруг. Сразу не разглядишь все предметы и людей. А вы заметили припаркованный велосипед и пешеходов на улице? Я каждый раз открываю для себя новые подробности и детали. Больше всего мне нравится игра солнечного света с листьями, отражёнными в витрине галереи. Игорь создаёт впечатление абсолютной реальности, наполненной звуками, воздухом, жаром солнца и прохладой теней деревьев. Здесь художник становится свидетелем необычного оживления на театральной площади. Летом 2016-го Сочи принимает всемирные хоровые игры. Около театра часто можно было услышать многоголосье коллективов из разных стран. Многоцветия листьев и цветов звучат в унисон. Кажется, что даже музы на крыше театра вот-вот запоют. Столько радости и вдохновения было в воздухе вокруг. Только в это лето на площади стояли палатки и передвижное кафе-кибитка, похожее на лавку древности. Потом мы больше её не видели. Смотря на это полотно, я могу вновь и вновь возвращаться в лето 2016-го. Ещё о зимнем. Здание театра окружает 88 колонн. Столько же клавиш на пианино. И здесь возникает ещё больше музыкальных ассоциаций. Перефразирую Леонардо да Винчи, который говорил о живописи и поэзии, а также о ритме музыки в поэзии. Скажу, что живопись – это музыка, которую видит, а музыка – это живопись, которую слышат. В этом произведении снова ярко выражена музыкальность в живописи Игоря. Если сравнивать с музыкальными произведениями, то на этом полотне я могу услышать классицизм Моцарта. Ясность, гармонию, простоту, естественность. Услышать лёгкую поступь к началу осени. Перед нами площадь искусств. Место, где встречается прошлое и настоящее Сочи. Зарождается будущее. Интересно, что здание художественного музея изначально предназначалось для административных целей. Там располагался горком КПСС. Здание, построенное в 1936 году, художественные музеи, открываются лишь спустя 40 лет в 1976. О коммунистическом прошлом напоминает памятник Ленину в центре площади. Также в центральной части живописного полотна размещено ультрасовременное здание гостиницы «Хаят». Цифровой экран представляет мультимедийные выставки и анонсы музея. В своей партии играют музыкант и юная балерина. Художник и коллекционер увлечены беседой. Драма разыгрывается в небе, собираются грозовые дочи, деревья склоняются под первыми порывами ветра. Море освещено заревом. Завтра снова взойдет солнце. Мы снова в дворике форта, откуда открывается красивый вид на морской порт. В 2016-2017 годах в одном из помещений арт-галереи размещалась мастерская художника. В то время Игорь создал значительную часть полотина Сочи. Наряд художника перекликается с золотыми охренными красками природы. Теплая сочинская осень вступает в свои права. Возвращаемся к уже известному вам дому осенью посмотреть на панорамный вид города. На этом полотне отображен привычный архитектурный облик Сочи. Неказистые домики на первом плане окружены природой. Вдали виднеются высотки и фрагмент моря. Примерно такой же вид откроется зрителю с видовой площадки розы ветров, которую мы можем увидеть с правой стороны холста. Выходим в море. Чувствуем легкое покачивание яхты. Ловим последний теплый день. В облаках над городом отражается предзакатное солнце. Скользит по морю своими лучами. На берегу нас встречает и провожает Семен Семенович Горбунков со своей семьей. Неподалеку Лолик дает указания Геше перед поездкой на круизном лайнере Михаил Светлов. Все морские сцены фильма «Бриллиантовая рука» снимали в Сочи. Носы персонажей скульптур натерты до блеска. Говорят, что нехитрая процедура помогает сбываться мечте. Рядом со скульптурной композицией расположена аллея с платанами. Можно дойти по ней до платановой аллеи курортного проспекта. Природа Сочи – неиссякаемое вдохновение для художника. Поздней осенью мы подходим к завершению нашего путешествия и обзора знаковых произведений портрета Сочи Игоря Венского. Начиналось все с небольших утюдок, в которых художник настраивался на город-курорт. Стремился уловить его красоту и настроение. Всего Игорь создал более 80 работ, посвященных Сочи, 60 из которых были представлены зрителям в Зимнем театре. Через взгляд художника простые предметы оживают, звучат. Три зонтика говорят нам о завершении сезона. Дыхание и энергия моря разливаются по холсту. Послесловие к выставке хочу показать вам еще один сон художника. Мы во времени, когда на территории Сочи жили древние греки. Полотно наполнено символами и загадками. Скользим взглядом с правой стороны холста налево. Виноград и гранаты на первом плане, и кипарисы позади. Спящая собака приоткрывает глаза. Чайки летают в небе. Эллинка с букетиком в руках смотрит на нас в задумчивости. Живописец с ручным глифончиком расположился слева. Взгляд художника обращен внутрь себя. Невозможно показать произведение шириной около 3 метров на мониторе компьютера. И тем более экране телефона. Невозможно передать все символы словами, их переплетение и противопоставление. Простота и неоднозначность откроются каждому зрителю по-своему. Приглашаем вас в реальное путешествие по городу и путешествие в искусство в мастерскую художника. Наши контакты вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал художника. Делитесь онлайн путешествием со своими друзьями. Ваши художник и муза. Делитесь онлайн путешествием со своими друзьями.